Сетчатый костюм защитного цвета, фляжка с водой и автомат Калашникова. Без них солдаты-афганцы службы не представляли. Одежду с водой спасали от изнурительной жары, оружие от страха смерти. Каждый экспонат в музее Афганской войны настоящий и не случайный. Ребята-экскурсоводы рассказывают реальную историю тех лет. Под командованием полковника Хабарова. Для этого ему было приказано занять и удерживать ключевой перевал Саланг, соединяющий между собой две важнейших транспортных артерии. Музей Афганской войны в школе номер 3 работает первый день. На торжественном открытии и сами участники боевых действий. Молодые, сильные, но уже ветераны. Константин Клюев служил в Афгане два года. За это время участвовал в 120 боевых операциях. Страшно, наверное, первое время было. Потом приходит осознание, какой-то определенный опыт, навык. Приходит уже участие в боевых действиях. За все время службы я потерял 54 человека. Я статистику вел, всех поименно, естественно, записал. Потому что пока людей мы помним, они живут с нами. Люди будут жить не только в памяти, но и в творчестве. Многие афганцы пишут книги воспоминаний, песни и стихи. В них они рассказывают о подвигах товарищей и ужасах войны. Литература находится в фонде музея, а школьники подготовили стихи и музыкальные номера. Здравствуй, мама. Я опять пишу письмо. Здравствуй, мама. Все как прежде хорошо. Все нормально. Светит солнце. Над горой встает туман. Знаешь, мам, здесь не страшно. Просто здесь Афганистан. Марина Матвеевична, Сергей Баскин. События.